здравствуйте меня зовут лаура большое спасибо что вы здесь вы защитник покоя и любви и я думаю что все здесь присутствующие тоже поэтому мой вопрос в том как простить то что мы можем воспринимать как непростительное для чего вы хотите простить скажите если чего-то сложно добиться почему вы к этому стремитесь смотрите вы же имеете ввиду что простить очень сложно не так ли что то что мы считаем непростительным непростительно означает очень трудно правильно да тогда для чего вам это делать смотрите когда что-то слишком сложно то для чего вам приходится делать трудные вещи какая от этого польза воспринимаете это проще и так разве это легко держаться за чью-то ошибку просто поразмышляйте об этом когда простить сложно не делайте этого легко и просто если вы кого-то прощаете то ради кого вы это делаете для их блага нет ничего не делайте ради них но если вы прощаете этого человека ради себя самой то лучше сделайте иначе этот человек просто оккупирует вашу черепную коробку и беспокоит вас днем и ночью не так ли вы хотите простить кого-то потому что это тяжело застревать на чьих-то ошибках поймите злость это наказание которое вы даете сама себе за ошибки кого-то другого думали ли вы об этом таким образом смотрите сегодня кто-то совершил ошибку и вы разозлились когда вы злитесь то кто от этого проигрывает ваше кровяное давление подскакивает вся эндокринная система чувствует сбой вы теряете спокойный сон и теряете аппетит все ваше тело сковано и вырабатываются все эти токсины в теле производится кортизол и вы погружаетесь в хаос верно сегодня кто-то совершил ошибку вы наказали сама себя завтра кто-то ошибся вы снова себя наказали и в другой день и так за чужие ошибки вы продолжаете наказывать сама себя так работает злость понимаете и подобным образом вы храните на кого-то этот гнев или ненависть или еще какое-то негативное чувство потому что они поступили очень плохо кого вы наказываете сама себя и по вашему это мудро наоборот не должны ли мы быть добрее к себе зачем мы с собой так сурово этот вопрос я оставляю вам подумайте об этом это один угол зрения и другой угол смотрите кто-то совершил промах сделал непростительную ошибку просто посмотрите с точки зрения этого человека он в невежестве это во-первых и во-вторых у них никогда не было шанса узнать больше о самих себе они никогда не работали над своим характером никогда не попадали в атмосферу в которой смогли бы понять истинные ценности или они подвержены какому-то искушению и стали его жертвой их собственные соблазны затянули их в эти действия чтобы они не совершали и когда вы смотрите с такого угла то видите что они зависимые люди которые совершают большие ошибки и появляется сострадание разве вы злитесь на больных людей знаете все люди которые совершают серьезные преступления допускают непростительные ошибки говорю вам ментально больны поэтому если вы не можете простить то можете сострадать и я обычно говорю что ни один ребенок не пришел на эту планету плохим человеком совершающим непростительные поступки это случилось под давлением обстоятельств и ситуаций накладывающих свой отпечаток все эти события повлияли на то в какой точке человек оказался ошибки случаются со всеми вы тоже их совершали и представьте что кто-то припоминает вам ошибки до конца ваших дней вам бы это понравилось нет вы бы сказали перестань какие-то неприятности пришли через меня но теперь давай двигаться дальше верно кто-то допускает небольшие ошибки а другой ошибки значительные это всего лишь вопрос масштаба поступка вот и все а